История Азербайджана Правило это династия Персии с 1795 по 1925 года. Придя к власти, Ага Мухаммед хан Каджару удалось объединить Иран и утвердить Тегеран столицей. При этом Тибрис остался второй столицей Каджарского Ирана. Современная история Ирана старается любым способом очернить Каджарскую династию. Причина этого есть в открытом доступе. Дело в том, что Каджары это туркоманское племя и является субботнической группой азербайджанцев. Помимо того, что азербайджанцы правили всем Ираном, есть и другой факт. Официальным языком при этом являлся персидский. Но язык двора и армии оставался азербайджанским. На сайтах Ирана вы можете встретить очень интересную информацию. В этой информации рассказывается о Гареме, который был в династии Каджаров. А вернее сказать о некрасивых женщинах. Тем самым иранцы пытаются показать, что иранские женщины красивые, а азербайджанские нет. Но действительность немножко другая. Дело в том, что это актеры фильма. И все эти актеры являются мужчинами. Так как по законам шариата девушкам было запрещено показывать некоторые части тела. Азербайджанцы очень чтили шариат, поэтому не нарушали его даже для коммерческих целей в фильме. Иранцы эти снимки преподносят как достоверную информацию. Но есть маленькое но. Это же все мужчины-актеры. Поэтому всегда нужно перепроверять всю информацию, которую вам дают. И хотя Иран пытается очернить тюрков, из своей официальной истории они никуда не денут династию Каджаров. Но династия Каджаров не закончилась в Иране. Принц Фейзуламир за Каджар являлся единственным и последним претендентом на персидский трон. Он был военачальником русской императорской армии и Азербайджанской демократической республики. В русско-японской войне именно он ввел первую сотню дагестанцев на японскую батарею. В мировой истории это битва у деревни Ландун-Гоу. С первых месяцев Первой мировой войны он был направлен во Львов, где прикомандовал дикой дивизией и выбивал немецких захватчиков. Также он выбивал австро-венгров из деревни Бринь в Ивано-Франковской области. Именно этот азербайджанец вместе с чеченцами, дагестанцами, ингушами и азербайджанцами спасал современную Украину и Румынию от захвата Германской империей. К сожалению, был убит большевиками в 1920 году при защите азербайджанского народа. До династии Каджаров территорией современного Ирана и Азербайджана правила династия Афшариды. И как говорит нам официальная история, это туркоманская династия. По мнению ряда историков, это субэтнос азербайджанцев. Сами Афшары называют свой язык Азери. У династии Афшаридов языком армии являлся тюркский, хотя официальный в стране был персидский. Перед вами карта 1600 года. Находится данная карта в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Ссылка на все данные будет в описании. Область, где проживали азербайджанцы, называется Туркомания. На карте 1799 года, которая также находится в самой достоверной и богатой библиотеке мира, отмечены четкие границы Персии, Османской империи и Российской империи. И как мы видим, область современного государства Азербайджан и область Иранского Азербайджана находится в границах Персии, которая в те годы находилась под руководством династии Каджаров, то есть азербайджанцев. Между границ Османской и Персидской империи находится регион, который называется Туркомания. Выше этого региона находится еще один регион, который называется Туркомайенс, то есть регион тюрков. В X и XI веках агурские турки эмигрировали в Азербайджан под властью тюркского происхождения сельджуков, что увеличило население и численность турецкого народа на земле. С образованием турецко-сефовитского правительства в 1501 году религиозная идентичность жителей региона изменилась. Этот новый режим, установленный в Азербайджане, превратил Иран в важную региональную державу. Если говорить простым языком, то именно турки и азербайджанцы снова возобновили величие Ирана. Ссылку на оригинал статьи я оставлю в описании. Азербайджанцы, которые проживают в Иране, также знают, что их историю исказили. И они единый народ с турками и азербайджанцами. И они это говорят не просто так. Регион, который известен как Азербайджан, также был известен как регион под названием Шерван. Также этот регион называли Медией. Несмотря на то, что он входил в состав Персии, все же это был независимый регион. Перед Афшаридами было сефовитское государство. Которым также правили тюрки. В сефовитском государстве азербайджанский язык был языком двора правительства и армии. До сефовитского государства была империя тимуридов. Эта империя также была тюрской. Все управляющие должности были распределены среди тюрков. В государстве тимуридов в документации использовалось только два языка – персидский и тюрский. При этом официально указывается, что тюрский язык был родным для тимуридов. На старых картах территория современного Азербайджана входила в состав того, что мы называем Персия. Но по сути история Персии – это обман, потому что каждая династия называла это государство по-своему. В официальной истории также сказано, что с 1501 года азербайджанский язык является основным языком этого региона. Ираном стали править иранцы только после 1922 года. Закончу данный видеоролик книгой, которую написал Степан Данилович Бурнашов, который являлся генерал-майором, сенатором, писателем и картографом Российской империи. В 1786 году он написал книгу «Описание областей Адербайджанских в Персии и их политическое состояние». Здесь он перечисляет владения азербайджанцев. Первым он ставит владение Дербенское. Владение Дербенское, хотя по положению своему и должно причитать к Дагестану, но по сути управляется Адербайджаном. Под номером 2 он ставит Нухись-Шакинское ханство, которое 36 лет назад принадлежало Грузии. То есть получается, что в 1750 году эти земли стали принадлежать Азербайджану. Под номером 3 находится Шерван и описывает его. Шерван почитался прежде особливой приморской провинцией Персии, но ныне в числе Адербайджанских земель полагается. И задайте себе вопрос, куда делось огромное государство, которое называли Адербайджаном? Где был азербайджанский язык и азербайджанская культура? Под номером 4 находится город и пристань Баку. Под номером 5 стоит Талаасан хан. Это владелец кочующего народа, называемого Тараками. Под номером 6 он описывает Шагаги, которые являются кочующим народом куртов. Под номером 7 стоит Шайсиван, народ мусульманский, вышедший из Турции 200 лет назад, в числе 40 тысяч семей. Под номером 8 описание Шуши. Под номером 9 стоит Гинджа. Под номером 10 стоит Еревань. Владельцем Еревана является Махмад хан, который, будучи малолетний, полностью зависим от царя Ираклия. Который вместе со своим отцом, царем Тимуразом, завоевал этот город 40 лет назад. Ереванский хан может поставить войско до 5000 человек, в числе коих третья часть армяне. Также есть очень интересное описание. Араратский патриарх, которому армяне этих стран приближены, платит огромную дань, чтобы в армянские деревни не помещали магометан, то есть мусульман. Платит 5000 рублей за это. А иногда дает 1000 или 2000 под займ, который никогда не возвращается. Под номером 11 находится Нахичуань. Под номером 13 находится Талыш. 14 является город Мешкин. 19-ю Адербайджанскую область называют Хой, в которой находится крепость и немалое владение. Хойский хан самовластен. Имеет войско до 4000 человек. Сверх того нанимает курдов. Если учитывать все, что я прочитал, и сравнить с территорией исторического Азербайджана, то получается, что на карте 1701 года показаны границы именно того Азербайджана, который стал независимым к 1730 году. У Азербайджана и курдов нет четкой границы. И это соответствует тому, что прочитал в книге. Азербайджанцы призывали курдов в свою армию. И, видимо, на этих условиях у них не было четкой границы. На карте 1730 года примерно такая же ситуация. Дагестан и Шерван граничат как раз по городу Дербенту. При этом Шерван называется землей Дербейджанской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова